С праздником вас, дорогие братья и сестры! И на библейском портале Экзигет мы вместе с вами чествуем введение во храм Пресвятой Владычицы нашей Богородицы. И это праздник храма и праздник Божией Матери. И на самом деле одно неразрывно от другого. Почему так? Потому что что есть храм? Храм есть место Божьего особого присутствия, божественной святыни, как бы дом Божий. Понятно, что Господь он все наполняет, но не везде являет себя одинаковым образом. И вот именно в храме Божье присутствие чувствуется чистыми душами, особенно явно. А вот Пресвятая Богородица, она сама стала живым храмом Божиим, потому что через нее воплотился Сын Божий. Он снизошел в ее лона девственная и высиял через нее всему миру. Поэтому Пресвятая Богородица и есть живой, одушевленный Божий храм. И в этом вот тайна как раз Пресвятой Девы, а введение ее во храм, как бы предуказывает на эту тайну, что она сама станет живым храмом Божиим. И вот есть, конечно, немножко такое, может быть, покажется как легендарным, да, но на самом деле хочу подтвердить, что это действительно есть вот такое чудесное действо. У некоторых людей вот совершенно точно это было, когда накануне праздника введения, буквально около полуночи, бывает при храмах или при монастырях вербы распускаются буквально на несколько минут. Повторю, может быть, покажется это вам немножко таким легендарным, но вот есть люди, которые действительно очевидцы этого события. Повторю, может быть, это не повсеместно. Конечно же, нет. Это противоречит законам естественного развития природы в зимнее время, да, но при некоторых храмах, при некоторых монастырях около полуночи в канун введения во храм Пресвятой Богородицы верба распускается, и бывает так, что вот там мороз, и даже как льдом покрытый, и буквально трещат вот эти почки, когда появляются эти беленькие росточки, и некоторые вот срывают, и потом приходят в храм вот с этими распустившимися вербами, и, конечно, мы не скажем, что это вот именно везде, но некоторым людям ради их веры в Божию Матерь подается такое чудо, так же, как, скажем, чудо благодатного огня, вот кого-то там ждет, а кого-то не ждет, то есть благодать Божья, она явно проявляет себя. И вот из Ветхого Завета можно вспомнить такой образ, как жезл Аарона Прозябший, да, вот тут мы упомянули вот эти вот вербы распускающиеся, а в Ветхом Завете жезл Аарона Прозябший, который тоже стал образом Пресвятой Богородицы, это вот тот самый жезл, который имел Аарон, и некоторые чудеса совершались, а потом возник вот спор с начальниками других колен, может быть, там и им должна принадлежать какая-то власть, и вот ради испытания положили в ковчег вот для испытания вот этот жезл, и за одну ночь именно он процвел и дал цветы и плоды миндаля, и вот плоды миндаля в средние века считались как символ девственной чистоты, и вот этот жезл Аарона Прозябший, он стал одним из образов и вообще церкви образов, но и церкви Пресвятой Богородицы, потому что она явилась как цвет, а где? Вот Иоаким и Иоанна были бездетны, да, как бы и сохшее древо, и вдруг действием Божьим подается вот такой живительный росток, который процвел там, где вроде неплодны, и потом через саму Пресвятую Богородицу вот эта вот жизнь, она процветает, потому что от нее, как от девственной утробы, ну, вопреки тоже вот каким-то естественным законам, от нее рождается Христос, Спаситель мира, и вот на самом деле введение во храм, оно напрямую связано в том числе и с Рождеством Божией Матери, ведь родители ее, святые Иоаким и Иоанна, когда были бесплодны, то молились, что если Господь подаст чадо, они посвятят его Богу, и Господь исполнил их просьбу, рождается дочь, проходит три года, и Иоаким и Иоанна решает выполнить свое обещание, посвятить свою дочь служению при храме, об этом, конечно, мы читаем где? Это древнее предание, которое зафиксировано в протоевангелии Иакова, оно не вошло в канон, потому что было признано как апокрифическое Евангелие, но среди апокрифов, внутри вот этих апокрифических апокрифов, церковь усматривала и много истинных свидетельств. И вот, так сказать, отвергая то, что не соответствует преданию, церковь брала то, что соответствует истинному священному преданию, и событие введения во храм изложено именно там, и говорится, что это была такая вот, конечно, торжественная процессия, когда Иоаким, он призывает непорочных дев, и вот они со светильниками впереди шествуют, затем родители ведут маленькую вот эту вот трехлетнюю девочку, а за ними родственники, близкие, которые радуются тому, что ребенок посвящается именно Богу. И вот когда они подходят к храму, то там 15 ступеней, таких вот больших, не просто вот маленьких ступеней, как у нас сейчас делают, а больших 15 ступеней, ведущих наверх. И это вот что за ступени? Это те ступени, на которых левиты, служители Божии, воспевали псалмы «Песнь восхождения», псалмы «Степени». И вот это, если вот взять нашу псалтырь, это 18-е кофизма. Там вот таких 15 псалмов, которые начинаются, первый там псалом среди «Ко Господу возвах, внегда скорбетими и услышимя». Это произносили на первой ступени, потом на второй ступени следующий псалом, на третьей ступени, там, кстати, на третьей ступени произносили «Возвеселимся орекших мне, в дом Господень пойдем». Да, то есть как бы само восхождение к храму, это уже и сама весть об этом, когда кто-то призывает нас идти в храм, это уже приносит подлинную радость, подлинное веселье. И вот эти 15 ступеней, по ним предстояло святой деве взойти, и когда родители поставили ее на первую ступень, то согласно преданию происходит то, что казалось как-то вот удивительно просто, что она, вот эта маленькая девочка, стала подниматься с одной ступени на вторую, на третью, на четвертую, не оборачиваясь на родителей, как бы ее привлекала Божья благодать, которая сияла через храм, и встречает ее первосвященник, и есть предание, что этим первосвященником был как раз Захария, будущий отец Иоанна Претечи, помните, вот родители Захария и Елисавета, и он встречает маленькую девочку и говорит, что «благословенно ты, потому что Господь именно через тебя явит спасение людям», то есть через нее воссияет Мессия Христос, который искупит род человеческий от грехов. И вот согласно древнему вот этому преданию происходит совершенно невероятное, вот по-человечески происходит совершенно невероятное. Захария, первосвященник, вводит деву во святая святых. Вот у нас сейчас, когда, допустим, крестят младенцы, то мальчиков, младенцев, их буквально вот заносят в алтарь, а девочек их подносят к алтарю тоже, и вот их как бы крестное знамение совершает в воздухе вот этим младенцам, как бы тоже посвящая Богу. Получается так, что мы непосредственно и приносим Господу в дар вот такого ребеночка, потому что если ребенок посвящается Богу, да, то он и будет под Божьим благословением всю свою жизнь. Конечно же, вот у древних израильтян не было так, и во святое святых сам первосвященник входил только однажды в год, в день искупления, когда он приносил с особой жертвой, и вот он с жертвенной кровью вступал туда, и вот молился о грехах всего народа перед ковчегом завета Господня, и в остальное время считалось, что невозможно туда входить, и даже, вот есть такие даже сказания, что боялись, что первосвященник, он может, если он зайдет туда, и вдруг случайно умрет там внезапно, то ведь другим туда уже нельзя заходить, поэтому привязывали к ноге его веревку, чтобы в случае, если он умрет, могли его вытащить за эту веревку, потому что другим входить нельзя. А тут вдруг получается, что сам первосвященник водит деву во святая святых, вот маленькую девочку, это просто вот нарушение каких-то вот всех норм, заповедей, законов, но дело в том, что, если мы возьмем даже вот Ветхий Завет, часто пророки делали то, что казалось вот немыслимым для других, да, где-то вот они и юродствовали, и как-то вот вели себя непривычно, изобличали привычки, обычаи иудеев, и вели себя неординарно, потому что они были движимы Духом Святым, а первосвященник, как посвященный Богу, да, и тем более, если это действительно Захария, он тоже пророк, и он движимый Духом Святым, поэтому действие Духа Святого, оно не подчиняется человеческим каким-то мнениям. Кроме того, вот даже бывает и в наше время, вот иногда человек, допустим, приезжает куда-то в монастырь, а там есть, ну допустим, вот какие-то вот сокровенные святыни, и я вот знаю, вот у меня есть знакомые, которых неожиданно вдруг им открывали или какую-то комнату, где особые святыни, и обычно никого туда не проводят, не пускают, а вот их вдруг провели, то есть или открыли им мощи святого, а обычно не открывают, то есть бывает иногда вот такое особое действие Божие, когда человек получает доступ туда, куда ему не полагалось вроде бы получать доступа, и куда других не пускают, а вот Господь вот так соизволил, и через вот этого служителя Божия он допускает человек, и потом сам служитель вот не понимает, почему он это совершил. Ну есть, конечно, разные там еще такие вот научные всякие там гипотезы, кто-то говорит, что это же были времена реконструкции как раз Иерусалимского храма, при Ироде Великом там шла реконструкция, и вот то ли жертвенник всесожжения, то ли там что-то еще, и вот переносилось, в общем, даже там в женский притвор, и вот может быть туда Божья Матерь была введена, но для нас вот эти как бы исторические гипотезы, они совершенно вторичны, потому что для нас на первом месте именно предание церкви, которое сохраняет вот это вот действие Божия, Духа Божия, что Господь вот через первосвященника проводит именно Пресвятую Деву внутрь Святаго Святых, и в чем здесь вот уникальность? Ведь на самом деле, что такое было Святое Святых? Вот понятно, да, что самая святая часть Иерусалимского храма, где полагалось находиться ковчегу Завета Господня с двумя скрижалями, ну и некоторые еще там святыни, там чаша с манной, вот этот жезл арона прозябший, но ведь на самом деле ковчега Завета Господня там давно уже не было, вот по грехам иудейского народа храм утрачивает эту святыню, и получается так, что Святое Святых в каком-то смысле было пустым, и вот туда действительно вводится святой человек, святая душа, вот эта вот маленькая юная дева, которая сама становится как святая святых. Вот преподобный Силуан Афонский, он во время одного из церковных праздников, когда читались паримии в храме, и там такие слова «измытись и чисты будете», то есть «вымытись и будете чисты», он подумал, ну а вот может быть Божья Матерь, она когда-нибудь согрешила, ну хотя бы вот мыслью, ведь не может же человек никогда не согрешить ничем, да, тем более в мыслях. И вдруг преподобному Силуану, ему бывали такие вот откровения Божие изредка, ему пришел явный такой вот благодатный ответ от Бога, и было ему открыто и сказано «Божья Матерь никогда не согрешила даже мыслью». И вот причина ее избрания, оказывается, это просто удивительная небесная чистота, да, вот когда на небе ни одного облака, совершенно безоблачный, вот так ум ее не омрачался никаким греховным помыслом, сердце ее не осквернялось никаким нечистым чувством, и это все созидалось вот как-то с самого раннего детства. Вот младенцы, они уже ведут себя по-разному, и бывают капризные, да, бывают строптивые, там и кусаются, и как угодно себя ведут, а бывают те, которые очень любят молитвы, слушать богослужения, вот причащаются, они не отворачиваются от чаши, по-разному все себя, от чаши причащения святых христовых тайн, и по-разному все себя ведут, вот. Вот, и святая дева, вот она с самого начала, непонятным для нас образом, она уже возрастала в удивительной чистоте, и в этом смысле она сама святая святых, и поэтому понятно, почему ее вводят во святое святых, потому что там и должна пребывать та, которая чиста в мыслях, в сердечных чувствах, и чья воля всецела стремится к исполнению воли Божией. И вот, пресвятая дева, она возрастала при храме, она читала постоянно священное писание, слышала молитвословие, а вот отделения для дев Иерусалимского храма, они на самом деле, вот, были как бы, можно сказать, в самом храме, потому что храм, он что представляет? Это некий внутренний двор, то есть это не просто вот покрытое строение, но храмом являлся и внутренний двор, где совершались и жертвоприношения, потом отделения, где люди с молитвами обращались к Господу, и все это тоже считалось храмом, и поэтому вот эти вот пристройки для дев и помещения в стенах храмовых, это все тоже храм. То есть пресвятая дева, она и возрастала, находясь в этом храме до того времени, когда уже положено было ее, ну, формально выдать замуж, но тогда вот Иосиф становится, Иосиф обручник становится хранителем ее девства. И, конечно, вот этот вот праздник, ведение во храм, он говорит нам о чем? О том, что если у вас есть дети, то не затягивайте с их воцерковлением, вот уже с маленького возраста приносите их в храм, потому что благодать Божия, она преображает любую душу, и чем раньше ты принесешь ребенка в храм, тем раньше он и воспримет Божию благодать, и эта благодать, несомненно, будет помогать ему. Хочешь чистоты, внутренней чистоты, иди в Божий храм и бери с собой своих детей, потому что мир лежит во зле, везде грязь какая-то распространяется, ты не можешь не запачкаться посреди этого мира, поэтому спасай себя и свою семью, своих детей, бери всех в храм, в церковь, как в этот Ноев ковчег, и будучи в храме, обязательно вспоминай Пресвятую Богородицу, которая прошла этот путь, чтобы и мы шли вслед за нею. Молись Божией Матери. Вот, кстати, уже Константин и Елена по древним таким вот источникам, они уже построили вот в Иерусалиме первый храм в честь видения Божией Матери в храм Иерусалимский, и потом, конечно, там он был разрушен, но с тех пор уже строились храмы, и многие церкви и монастыри, кстати, посвящаются именно видению, вот этому празднику видения. Вот, Веденская Оптина пустынь, допустим, да, или вот Толкский женский монастырь у Ярославля, который тоже в честь видения, и множество других, потому что особенно вот русская душа, она любит Божию Матерь, она стремится к Богородице, ибо Пресвятая Дева, она как вот символ вообще материнской жертвенности, сострадательности вот этого сердечного тепла, и поэтому вот как-то вот русская душа особенно к ней тянется, и всякий праздник, посвященный Богоматери, является для нас родным. Вот, братья и сестры, поэтому сегодня особенно будем молиться Пресвятой Богородице, которая сама есть храм Духа Святаго, она честнее Херувим, славнее без сравнения Серафим, и Сын Божий особенно слышит вот те молитвы, которые подкрепляются ходатайством Божьей Матери. Так что в такие дни не пропустим храм Божий, и самих себя постараемся тоже притворять, преображать в Божий храм, храм Духа Святого, и да поможет нам в этом Пресвятая Богородица. С праздником вас, дорогие братья и сестры! Субтитры создавал DimaTorzok